Всем привет! Сегодня мы будем садить жимолость. Покажем как делаем это мы. Вначале мы вырыли яму, примерно 50 сантиметров шириной такой же глубиной. На дно ямы мы насыпали дробленые ветки. Немного выровняли их лопатой. Присыпали небольшим слоем земли. Добавили ферментированных пищевых отходов. И присыпали все плодородным грунтом. У кого есть компост можно воспользоваться компостом. Так будет даже лучше. От почвенных всяких вредителей мы использовали энтоцвет. Он помогает от медведки, хруща. Такие вот блестящие шарики. И таким способом мы сделали 4 посадочных ямы. В ягодах жимолости присутствует редко встречающийся микроэлемент селена. Этот элемент защищает человека от старения. Главное достоинство жимолости в том, что это самая ранняя и очень полезная ягода. Ягоды жимолости лучше всего употреблять прямо с куста. Также можно их сушить, варить из них компоты, варенье, соки, сиропы. Одно из достоинств этого растения это неприхотливость в уходе. Жимолость это кустарник, высотой достигает до 2 метров. И кроной около 2 метров в диаметре. У жимолости крепкие ветки, поэтому им не требуется подвязка или шпалера. Жимолость является перекрестно опыляемым растением. И поэтому расстояние посадки нужно выбирать от метра до двух. Но мы выбрали расстояние в метр сорок. И сорта жимолости должны быть разными. Урожай жимолости в первые годы небольшой. Ее урожайность постепенно увеличивается с годами. По мере роста куста. Может достигать 2-3 килограмма с куста. Может и больше. Все зависит от самого сорта. Созревание плодов не одновременное. Поэтому плодоношение у нее растянутое. Но это для нас только плюс. Мы можем дольше лакомиться свежими ягодками. Жимолость цветет раньше всех ягодных культур. Цветы могут выдерживать заморозки до минус 7. От начала цветения до созревания плодов проходит всего 30-40 дней. Сажать жимолость лучше всего осенью, в сентябре и октябре. Посадка весной задержит плодоношение на 1 год. Сейчас очень большое множество сортов уже малости. Для себя мы выбрали 4. Сорт Берри Блю. Полутораметровый куст овальной формы. Отдает 2 килограмма витаминных полезных ягод. Куст небольшого размера, густая и овальная форма. Протолговатые ягодки темно-синего цвета. Сладкие с кислинкой, без характерной горечи. Один куст может дать до 2 килограммов. Цветочки устойчивы к осыпанию. Жимолость начинает плодоносить с 3 лет. Лучше всего для посадки брать двухлетние саженцы. При посадке саженцы жимолости не рекомендуется заглублять, иначе замедлится их развитие. Нужно садить саженец по корневую шейку, вертикально и без наклона. Срезать наземную часть нет необходимости. Жимолость живет и активно плодоносит 80-100 лет. Будьте готовы к тому, что после посадки первые 2 года жимолость растет медленно, и ягодки маленькие. Полная урожайность кустом достигается через 7-10 лет. Так что нужно запастись терпением. Жимолость начинает рано развиваться, и также рано в конце июня прекращает свой рост. Поэтому весенние поливы и подкормки для нее очень важны. Это растение очень влаголюбиво, поэтому нужен регулярный полив. Если возникает недостаток влаги, то ягода начинает мельчать, и куст может сбросить листья. Жимолость обладает достаточной морозостойкостью, поэтому укрытие на зиму ей не нужно. И еще она устойчива к различным заболеваниям, и не поражается вредителями. Сорт Blue Velvet. Это небольшой компактный куст, правильно сформированный густой овальной кроной. Ягоды продолговатые, до с половиной-три сантиметра длиной. Вкус сладкий, с кислинкой, горечь отсутствует. Вес одной ягодки 1 грамм. Окраска кожицы стандартная, голубоватая. Урожай с одного куста 1,9 кг. Цветоносые держатся крепко и не осыпаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Коррегулировать. Режим continued. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сам вкус среднерослый, раскидистый. Ему требуется побольше места. Форма у него округлая. После дозревания плоды не осыпаются. Вкус сладкий. Плоды имеют нежную мякоть. Сорт медовая ягодка. Очень ценный по минеральному витаминному составу сорт ягод. Ягоды продолговатые, сладкие, с небольшой кислинкой. Куста круглый, плодоносит все лето. Плоды могут достигать 4 см. Урожайность большая. С куста можно снять до 7 кг. Уход за жимлостью почти такой же, как и за другими ягодными кустарниками, кроме обрезки. Первые 3 года после посадки жимлость в обрезке не нуждается. Взрослые растения тоже не нуждаются в обязательной ежегодной обрезке. Осенью или весной нужно удалить сухие или сломанные ветки. И те, которые растут внутрь кроны и загущают ее. Нужно обрезать так, чтобы солнечный свет проникал внутрь куста. Для сохранения сорта жимлость размножается либо делением куста, либо горизонтальными отводками. Но самый эффективный способ – это черенкование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»!